снова здравствуйте уважаемые дамы и господа мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу и мануальной терапии мануальный массаж он не классический массаж он все-таки более серьезный более с глубоким применением и сразу с воздействием на костно-связочный аппарат мы сразу декомпрессируем человека и таким образом мы подготавливаем его к мануальной терапии официально мануальная терапия у нас в рейтинг профессии вошла буквально недавно где-то ну лет наверно 18 ну что же 20 назад а до этого были костоправы были в каждой наверное селе но это же и древняя профессия всегда где-то в селе находились там бабушки и дедушки которые правили тело человека да вот этими методами костоправским когда идет хруст такой да сейчас это все взято под эгиду официальной как бы науки да и пока не получится штамп медицинского образования образование по нервологии до ординатуру надо будет сдавать вас не примут на работу как как мануального терапевта на самом деле все гораздо проще чем вот это все весь этот официоз человеку причинить пользу достаточно проще чем причинить вред понимаете вред чтобы там что-то случилось хрустнуло не так ли там многие люди боятся выйдет от такого терапевта вот такой кривой будет так ходить это на самом деле какой-то это надо прям навредить человеку она прямо как-то не знаю колено сломать что-нибудь такого-то раскрутить там открутить ему голову открутить на место поставить закрутить и неправильно прикрутить но это на самом деле это правда постараться так сделать а мы работаем легонечко там на самом деле Доводим тело до расслабления Потом мягкое движение Мягко сворачиваем Легкий хруст Не сворачиваем И соответственно поэтому Я это иногда называю Коррекция Потому что терапия Это конкретно лечение Перевести с латинского Все таки это коррекция тела человека Мы корректируем его кривизну Относительно оси позвоночника Чтобы ровно стояла челюсть Череп, глаза на одном уровне были Шея, позвоночник ровный Если боковое искажение В такой плоскости Это называется фронтальная плоскость Когда мы спереди смотрим То Вот такое искажение позвоночника Это сколиоз называется Если смотрим в сагитальной плоскости Когда тело человека делится на лево-право То тут искажения есть Лордоз, кифоз Лордоз, кифоз Он может быть спрямленный Например, лордоз То есть это естественно Чем отличается лордоз от кифоза? Это естественные изгибы позвоночника Для того, чтобы он пружинен В отличие от животных Прямоходящие, физикально настоящие И на нас давит груз Сумки носим, рюкзаки тяжелые Атмосферный столб на нас давит Там кто-то говорит 18 килограмм Кто-то больше говорит килограмм Постоянно у нас ударение с землевой прыжки Это все постоянно компрессируется Вот эти диски Они смещаются, так? Не значит, что прямо смещаются Просто компрессируются Они могут там распручиться Могут перетереться Это уже грыжа, да? Да, сначала это протрузия Потом грыжа Остухандроз начинает развиваться Это все с годами происходит Это вот они приминаются-приминаются Если ничего не делать То начнут как раз что-то перетираться А если постоянно их упрямлять Назад ставить Да, они начнут иссыхаться Вокруг самого позвонка Покажу, видно будет Сам позвонок Он такой цилиндрической формы Вот, не знаю, видно тут, да? Вот А между ними голубые Вот эти вот зеленоватые Вот такой оттенок Слоечки, как рыба Да, простые Такая, я бы, да, вот так где-нибудь делаешь Ну, уже, может, видели Может быть, я не знаю, там Баранину резали Может, видели Там тоже такие же позвонки У всех животных, да? Ну, кстати, вот у животных Нету таких проблем, как у человека Потому что они не прямо ходячие Да, именно поэтому У них нету сколиозов У них не бывает грыж У них не бывает там Других каких-то там Искажений в позвоночнике, да? Ну, если уж про эту тему Зашла речь, да? То это здоровый позвонок Вот он цилиндрический, да? При остеохондрозе Начинают образовываться Остеофиты Как бы у позвонка Начинают вылазить Такие шишечки И эти шишечки начинают Как бы защитное, да, свойство От этого организма Чтобы не больно было Чтобы на кости Пока еще не об этом Речь пока просто Отложение солей, так скажем Вокруг костей Вокруг суставов Они начинают складываться Это соль и кальция То есть Натрий кальций И, соответственно Вот они Не дают нормальному Прохождению питания В диске Да? И они начинают высыхаться Вот это протрузия, да? Он начинает сохнуть Расплющиваться Пульпозное ядро Начинает выдавливаться вбок И вот Момент выдавливания Здесь показан Если видите Красненьким, да? Вот Это уже грыжа Как правило Если в позвонке Вот Поясничном, да? Они самые толстые Выдавилось Миллиметров на 4 На 5 Это еще не грыжа Протрузия называется Протрузия Предвестник грыжи Если выдавилось больше, да? То Это уже грыжа считается Грыжа может быть 11-12 миллиметров Понимаете? То есть Она между позвонками Выдавливается Выпячивается То есть Дословно Грыжа Это выпячивание И Потом Провисает Это уже Секвестрирована Грыжа В таком случае Вот Мануальную терапию Опасно делать Вообще Не рекомендуется Да Ее можно передавить Ее может там Она может отколоться Кульпозное ядро Это жидкая такая Субстанция Похожая на белок яйца Она вытечет И соответственно Это будет Токсическим Окружением Для тканей Для окружающих тканей То есть Будет еще Более Еще больше усилиться Эти осколки От диска Тоже будут Там плавать Царапать Окружающие ткани Не дай бог Еще нерв Какого-то там Поцарапают Да То человеку Будут вообще С грыжей нельзя Кранты Да С грыжей Надо все аккуратно А еще Человек В любом случае Знает Что она у него есть Она болит Или Не всегда болит Не всегда Грыжа болит Болит Если только Она упирается В конкретный Корешок Нежный Вот Желательно Показано Манипуляции Надо как снимок Что ли Делать Да Желательно Передостеречься Попросить человека Что бы Она все равно Наверное Дает о себе Знать Эта грыжа Хоть нет Нет Но побаливает Ну как правило Человек Да Об этом знает Он говорит Сразу Соответственно С этой зоной Работаем Аккуратно Ну Я вам скажу Что не так страшно Черт Такого молюют Такая большая Грыжа Тем более Сегфестрированная Это человек Уже проблемный Он уже еле Ходит В этом С этим местом Он про это Знает Естественно У него есть МРТ Пусть приносит К вам МРТ А если маленькая То по сути Ничего страшного Не будет Так манипуляция Наоборот На место Да Ну по сути У нас только На растяжение Мы растягиваем Суставы Декомпрессируем То есть наоборот Передодокомпрессируем А вот просто нажать Нельзя Да Просто нажать Нельзя Правильно Говоришь Да Это наша техника Безопасности В этом случае Мы не жмем В этом случае Просто проверяем У человека Воспалительный процесс Есть или нет Это как правило Надутые мышцы То есть Организм создает Корсет мышечный Чтобы обезопасить То есть он думал Что он обезопасил Обездвижил Как бы эту зону Да На самом деле Эти мышцы Они же сокращаются То есть что такое Напряженная мышца Ну как вот Бицепсом мы работаем Да Вот он сократился Сжался Раз он сжался А их тут много-много Вокруг позвоночника Таких маленьких мышц Они вот как бы Его начинают спрессовывать Наоборот еще больше Понимаете И грыжа еще больше Выдавливается Вот это допускать нельзя Поэтому самая главная Работа Это с мышцами В 8% случаев Грыжа Из-за воспаления Мышц Спазмов Опухолей В этом всяких И так далее Поэтому наша работа Прежде всего массажная Это надо будет Разогреть Тело человека Массажем Где грыжа Кстати греть нельзя Там просто растягивание Я имею ввиду Для тех случаев Когда это именно Мышечное воздействие Мышцы сдавливают И нервы Они сдавливают И повернут Позвонок могут То есть за счет мышц С одной стороны Они гипертонусы С другой стороны Гипертонус Расслабленные Поэтому с этой стороны Перетягивают Вот и получается Сколиоз Когда вот так вот В бок Тянется позвоночник Или один позвонок Ротация Он разворачивается Можно один вопрос? Ну спрашивайте Можно ли грыжу с кистой Сравнить? Вы говорите Вот жидкость Сравнить? Да Нет Нельзя Это то есть не то? Нет Нет Не то А ну что Я буду Гемангиома Еще может быть Но это все Другие названия Вот Сам диск Это фиброзное кольцо Оно очень плотное Надо То я могу Нарисовать сейчас Вот позвоночник В смысле Диск позвоночный Да? Не диск А Сам цилиндр Вот этот Бочонок С позвоночником Да? Вот между ним Находится Вот это вот Фиброзное кольцо Да Оно как сеточка Такое Плотное Как знаете Вот шланги Водопроводные Такие есть Металлические сеточки Перекрессионеры Ну это у здорового человека У здорового человека Да Оно плотное Внутри Пульпозное ядро Там нет Там нервов нету Там ничего не болит Вот оно Она так пружинит Понимаете Должен У меня есть боку Да? Вот тут как раз По обе стороны Ну если вы хотите так Понять Нет я просто Вот то что мы сзади щупаем Это не позвоночник Для позвонков Дощупать нельзя И бывают такие Приходят ко мне И говорят Ой мне там кто-то Нащупал грыжу И вправил ее Тогда понимаете Пальцем во-первых Не залезешь Нащупать ее невозможно Вот туда понимаете Это сантиметров Поясница особенно Сантиметров 5-7 Глубинно Через ткани Через мышцы Через жир Там другие ткани Туда вы пальцем Никак не залезете Понимаете Никакими инструментами Не залезете И некоторые говорят Он мне вправил грыжу Банками Банками Как бы вытянул туда Грыжу Назад Ну то есть Исправил Тоже чушь Несосветная Исправить На место Ее поставил Не ее поставил Мышцы расслабил Мышцы отпустили Натяжение Спало И позвоночник Расслабился Вот Самый расслабленный Позвоночник У нас знаете Как это бывает У человека Распим Нет Никогда не угадайте Как это На смертном Адре Когда мы уже В морге лежим Ну и понятно Потому что Человек увеличивается В этот момент На 5-7 сантиметров В длину Представляете Это вот он всю жизнь Ходит Зажатый Представляете Вот такой Скомпрессированный Всю жизнь И как бы К этому привыкает Не замечает У меня там Всяко-разно Выладит Не только грыжа Поэтому наше призвание Помогать людям Жить дольше И дольше Быть счастливыми Здоровыми Постоянно Вытягивая Декомпрессируя Позвоночник Не только позвоночник Кстати Все суставы И плечевой И тазобедренный И с черепом Тоже Тазовый блок Это вот Как происходит Это другая тема Это зажатые мышцы Это мышцы Да Это именно мышцы То есть это тоже решает Эти манипуляции могут Смотрите Иногда Первичный Именно массаж Нельзя делать Мануальную манипуляцию На На холодное тело Во-первых Не получится Нет Ну это понятно У многих людей А многие наоборот Будут еще зажиматься Так дергаться Понимаете И вы ему наоборот Еще повредите Потому что Еще спазмируются Еще сильнее Поэтому надо Человеку Подготавливать Вот этот процесс Подготовительный идет Чтобы сделать Такую же серьезную Манипуляцию С тазом С ногами Выровнять ноги Ему Поставить таз Крестец на место Крестец Может быть Тоже повернут Вот так И вот так В разных Полоскостях Мы сейчас Будем щупать Проверять Друг на друге Ну вот Немножко Я подозреваю То что у меня Тазовый блок У меня Челюсть Таз У здесь Еще вот сюда Из крюле И я знаю Все свое Чем у меня есть Подозревает Пропальпируем Да Многое можно Определить Как бы предсказать Метаном пальпации Прощупать Да И все И все Понять Иногда Марты Не нужно Для хороших Специалистов Но Это ваша техника Безопасности МРТ И рентген Все таки Простите у людей Мало ли Что у него Там еще есть Может рак Позвоночника Понимаете Может быть Гемангиома Это кровеносный Сгусток Может быть Может быть Все что угодно Вот я Начал С чего Естественные Изгибы Лордоз Это вперед Изгиб Шея Должен быть Вперед Поясницы Вперед Должен быть Изгиб Грудной отдел Спина Согнутой Тем у него Это все проще Избавиться Даже Как говорится На холодную Можно сделать Подросток Например Или человек Без разогрева Что-то Можно и так Сделать Кому-то Надо Разогревать Долго Даже Несколько Сеансов Пока Мы дойдем До того Чтобы Что-то Там Наконец-то Встало На место И хруст Чтобы Расслабить Мночицы Чтобы Там Уже Можно было Работать Да И вот Получается Когда мы Смотрим На рентгене У нас Начинаются Вот тут Затемнения Такие Видны Это Начинается Откладываться Кальций Остеохондроз Собственно Говорят Уже Начинает Образовываться Дальше Начинают Отправляться Нарост Вот такие Понимаете Если вы будете Там Манипуляцию Делать Нарост Может Отколоться Ну Это Честно говоря Маловероятно Пока Ужарован Человек Как бы Защитные Функции Она Пытается Делать То Что Облеплено Этим Кальцием Пытается Держать Лучше Да Этот Позвонок Человек Растает Вот эти Нет Я бы Так Не Сказал Не Держать Он Наоборот Позвонок Иссыхает Потому Что Отсюда Сами Позвонки И Он Просто Они Выдавливают Это Все Начинает Сохнуть Да Начинает Распручиваться Трещины Выходить Оттуда Из Этого Да Он Выдавливается Ну То есть Грубо говоря Был вот Такой Да И Вот Туда Она Начинает Давить И Она Начинает Вылазить Да Правильно Показала Появляются Трещины В нем Появляются Понимаете И Вот Начинает Еще Больше Сохнуть 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 Ну Там Есть Первая Вторая Четвертая Стадия Я Сейчас Не Хочу Убраться У Немножко Сокращенный Урок В итоге Доходит До того Что Эти Остеофиты Начинают Сращиваться С друг Другом Понимаете Спонделез Называется Позвонок Сегмент Позвоночный Становится Неподвижный Сегмент Это Два Позвонка И Между ним Диск Да Это Уже Бабушка Ходит Это Возвращ Сюда Когда Там После 60 Ничего Не Сделать Сюда Лучше Не Саваться Не Саваться Если Диск Выдарился Назад И Провис Секвестр Да Вот Так Провис На Морста Это Будет Видно Тульпозное Ядро Сюда Вытекает Соответственно Это Опасно Потому Что Может Натломиться Да И Вычесть В окружающей Ткани И Кусочки Тоже Будут Болтаться Если Один Смещист Ну Как Он Вот Сделал Сюда Все Уже Без Толпа А потом Уже Это Уже Человек Надо Будет На Операцию Посылать А То Что Мы Занимаемся Это До Операции Оберегаем Человек Чтобы Он Не Дошел До Этого Состояния Наши Методы Называются Предотвращение Предотвращение И на Ранних Стадиях Лечение Консервативные Методы На Ранних Стадиях Если Говорят Про Лечение То Да Лучше Не Делать Ну Смотрите Это Все Зависит От Самого Человека Да У меня Есть Бабушки На снимках Это Будет Все Видно Если Вдруг Да Бабушки 83 Года Ходит Я Тоже Делаю Я Думаю Мягче Сделать Мягче Да Лучше Не Стоит Женательно Человек Где-то Там После 55 60 Лет Это Все Тоже Такие Вот Эти Хруст Это Все Безопасно Потому Что Хотя Кус 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 Кости Афита Может Колоться А Вот Молодым Там Лет 20 30 Практически Безопасно Ну И Соответственно Чтобы Все Было Безопасно Давайте Напишем Такие Некоторые Основные Принципы У Нас Люди Пока Не Заболеть У Плохо Да Надо Идти До Того Как Заболела До Того Прям Совсем Острая Боль Стала Потому Что Иначе Дойдет До Такого До Операции Значит Основные Принципы Это Значит Ну Давайте Так Без МРТ Не Делаем МРТ МРТ Когда В капсулу Зайдет Человек Да Без сквозняков Помещение Должно быть Сквозняки Очень опасны Человек Вот вы его разогрели Сначала Что-то повернули У него там мышцы приняли новую форму И они немножко Ну немножко неудобно Понимаете Да Он только выйдет на улицу Там продует Несколько секунд Зажмется И все И там схватит Еще хуже даже будет А он будет думать Что это вы ему навредили Понимаете Поэтому всегда предупрежать Человек Одевайся до шарф После того Как от меня уходишь А еще лучше минут 40 Посидеть в тепле Попить там горячего чаю Да После этих процедур Ну опять же Если вы работаете С детьми С детьми на пляже То там Совершенно другая ситуация Да Это про сложные случаи Да И во время массажа Тоже пока вы делаете Чтобы все форточки Были закрыты Нет Я имею ввиду Что после этих манипуляций Он не пошел еще на какой-нибудь массаж Чтобы там мы не намяли Что-нибудь Да Да Желательно Насад не поставили Желательно Да Недельку выделить Без массажа После этого Так Значит На разогрето тело Потом без лишних шумов Ну имею ввиду громкие Если вы там спокойно Мелодичные Какая у нас музыка Релакции делать Да В принципе Все нормально Но чтобы не было громких шумов Чтобы вы слышали Что делу Производить манипуляцию И щелкнули Там где надо А не там где не надо Понимаете Может щелкнуть то что нужно Без громких шумов У меня начали тоже кости Просто так Слышу иногда Начали Не сдавать звуки Это ничего Ничего Кому сразу Нет у меня вообще Ну я в последнее время Наблюдаю Что у меня Ничего так вот Это у меня Нормально Нормально Хорошо Ну хочется хрустность Что-то там тянет На хрустность Пальчик раз Нет Бывает просто Там что-то хруто Полегчало Нормально Ничего страшного Раньше просто То ли я не замечала То ли я раньше Либо вас не будешь Так сейчас Собьете меня Так 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 Без лишних шумов С жесткой фиксацией Ну это я сейчас буду показывать То есть у нас должен быть Подвижен только Та часть Которую мы работаем Ну например С плечом Плечо расслаблен А все остальное тело Должно быть зафиксировано Для этого Кушетка Это даже Жесткая Если делаете Там на кровати Это даже Тахта Не проминающаяся Еще лучше На полу Через там Палас Или коверчик Потолще Но чтобы был упор И если сидя И если сидя Делаете То там Как правило Таких специалистов Там всякие ремни Из которых Одеваются На человека Чтобы он не сполз Или мы подставляем Или мы подставляем колено Об свое колено Об свой живот Держим Чтобы все остальные части тела Не ходили ходуном Только с той Которой работаем Только та часть расслаблена Так До следующего сеанса То есть это тоже техника Нашей безопасности Нельзя делать на 100% Сразу В один сеанс То есть Мы делаем то Насколько позволяют мышцы В данный момент Да Ну не разогрели мы А время вышло Например Да То на следующий раз Либо еще раз Вот он не крутится Да Там голова Например Еще раз разогреться Еще раз растяните То есть хруст Не есть сама цель Тогда надо Еще раз растянуть Может не разогреть А может растянуть Еще раз Потом довести до конца Может быть не в этой позе В другую позе Не стоя так сидя Не сидя так лежа Не лежа на столе Тогда лежа на полу Там есть много приемов Приемов там 128 Например Вот они все И нет из них Ни одного универсального Чтобы на всех срабатывало На ком-то такой прием Сработает На ком-то Вот три такие приема сделали То есть уже расшатали 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 А потом Пятый прием делаете И он уже встал А всего сколько вот этих Вот получается Челюсть Шея Верхний Нижний Таз Не спрашивайте Вы так не сориентируйтесь Это сколько угодно может быть Ну вот крестец один Только крестово-подвздошное сушенение Я имею ввиду само место Которое нужно привести в порядок С какими местами мы работать В основном Вообще со всеми Даже вот с мизинчиком Понимаете И Например Плоскостопие Есть плоскостопие Продольное Есть поперечное И с тем и с тем мы работаем Мы все кости Ставим на место Так Ну я напишу Разговариваете То есть Вы предупреждаете человека Да? Что может сразу не получиться Да Во-первых Во-вторых Если там что-то пошло не так Например То Человеческий скелет Он как конструктор Да? Ну повернули не в ту сторону косточку Ну повернули потом в другую косточку В сторону Все нормально Да? Чтобы он не выбежал от вас А то иначе человек убежит Вам ничего не скажет Вы не будете знать А он там про вас будет Двухной стул Пускать где-то Пойдет к другому специалисту Да? Чтобы он вернулся к вам И вы доделали уже нормально В спокойном состоянии Без паники Доделали до конца Да? Ну то есть Имейте ввиду Что что-то перекосило Не может перекосить Так немного Ну да Например Не обратили внимание Он дернулся во время Включения шеи Да? Или был позвонок Один повернут в эту сторону Другой в эту сторону Да? Вы довернули Вот это поворачивая Довернули второй Еще дальше И ему там передавило Какой-нибудь Подключичный нерв И потом можно Сразу же И это дает в руку Да Он может это не заметить сразу Да? Потом пришел Там моментом И рука не мела Вы в принципе Объясняете Что надо просто В обратную сторону Поставить И все будет нормально Еще раз растянуть Да? Еще раз декомпрессировать Да? Может быть Звучит не доделали Не предусмотрели А есть такие знаете Специалисты Которые уходят По пять минут Они все делают На холодном Там толпа народу стоит Она так Этому так хлясть Этому так хлясть Этому так хлясть Всем практически Одно и то же делает Да? Он уже не обращает внимания Он не вовлекается в человека В его проблему Разговариваете И вовлекаетесь Ну ощущения, да? Спрашиваем Где что? Да Обязательно спрашиваем Среди Что-то некомфортно Начинаем с этим В первых Вы проявляете заботу И человеку это приятнее Во-вторых Он видит, что вы специалист Да? Что вы Как бы Корректируете свои движения Под конкретный запрос Ну все же люди разные Да? Кто-то плотный такой А вот он вообще не продаешь Ему хоть Ковалды бьют Реально Есть такие люди А кто-то Наоборот Чуть нажал Чук-чук-чук-чук-чук И все так поставил Как, знаете, как музыкальный инструмент Обычай И все выгорнулось Вовлекаетесь В его проблему Отдельно напишу Не делайте на 100% На 100% В смысле Само нажатие Либо Имейте ввиду Комплекс Комплекс Чтобы не причиниться Человеку на 100% За один раз Вообще лучше Кисходнику, да Работать Чтобы не такая Переводка Лучше максимально Все сразу сделать Или Нет, как раз Не все сразу Но как раз Лучше делается На 70% 70% За Сеанс И соответственно Хруст Это не самоцель То есть у вас Должно быть цель Гамма хрустность Чуть-чуть потянули Уже хорошо Да, растянули мышцы Чуть-чуть Там, знаете, бывает Такое Что-то вот такое Поскрипело Уже хорошо Ну да В смысле Если не ждать Прямо Долбить Что в этот хруст Переломател Не ждите Что у вас должен быть Щелчок вот такой Сегодня не вкусно Завтрак Да Ну я там Про проблемы Не договорил Ну я думаю МРТ покажет Все проблемы Если у человека Болезнь Бектерева То обычно Таких не берем Нельзя Это уже кальцирование Идет Этих Связок И суставов Уже не кости Кальцируются Да Уже связки Если болезнь Фуористье Это уже мышцы Начали Кальцироваться Представляете Человек В итоге К старости Покрывается Корочкой Такой Костяной Там уже Вообще ничего не сделать Ну просто перелом будет Понимаете То тут мы ничего Не делаем Соответственно Ну я просто Про это не Тут не писал Это я там Другой своей лекции Вам еще пришлю По видео Если у человека Вывих То есть все что мы Работаем Это под вывих То есть сустав Остался Своем Своем Ложе суставном Да Он только Как-то развернулся Не так А если он вышел За сустав Это уже вывих Это тоже не делать Отпадаетесь Человек Травматологу Такие люди Ну сразу заметно Он не сможет Например Дегро вывихну Да Он не сможет На него наступать Он ходит с палочкой С пистолем Да Или там Одна женщина пришла У нее прям Рука висит Вот так Я щупаю Она говорит Поставьте 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 Массируйте Я щупаю Говорю Да у вас вообще Перелом Как вы с ним ходите Ой я не знала Не заметила Только она сломала Остается Такие люди ходят И не знают Что у них перелом Я помню в детстве Вот у меня там Нога че Да И я помню Тяню Вот так И чтобы она Наместилась Да 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 Это можно делать Но в детстве Там понятно Там все быстро Заживляется И подвижность Уставов совсем Другая чем у стариков Этиплицирования нет Так ну соответственно В принципе Можете зафиксировать Фотографировать Если кому надо Мы перейдем Сейчас непосредственно К практике Дорогие друзья Если вы настолько Слушаете То зря Вы только слушаете И смотрите Вообще лучше Приходите к нам сюда Здесь мы вас всему научим Олег Лавгудин Вам поставит руки И отправит вас С готовыми навыками В практику В практику К здоровым И довольным клиентам Пока пока До новых встреч Друзья